Зайка Зайка Есть такое средство, которое будет получше твоего телефона А ты, Мишка, забудешь про свою скуку Да сказки все это! Вот именно, самое лучшее средство это сказки Самое полезное и интересное занятие чтение книг Рассмешили! Ха-ха-ха-ха! Да ладно! А давайте попробуем Вот вы знаете, почему у вас такие хвосты? Нет! Ну что ты смеешься? Хвост как хвост! У тебя не больше! Не ссорьтесь! Давайте читать по очереди. Итак, однажды по лесу прошел слух, что зверям будут хвосты раздавать. Заволновались звери? Хвосты! Какие хвосты? Для чего хвосты? Лисичка-сестричка говорит. Ну, какие-никакие, а раздают, надо брать. После разберем, для чего они. С утра потянулись звери на большую поляну. Кто бегом, кто скоком, кто летом. Каждому хотелось хвост получить. Зайчик тоже собрался идти. Высунулся из норки и увидел, что дождик сильно идет. Так по мордочке и хлещет. Испугался зайчик. Забьет меня дождик. Спрятался в норку. Слышит? Топ-топ-топ. Земля трясется. Деревни трещат. Медведь идет. Ой, а может, я тоже почитаю? Почитай, зайка. Дедушка медведь просит зайчик. Будут там хвосты раздавать. Захвати мне, пожалуйста, хвостик. Ладно, говорит медведь. Коль не забудет, захвачу. Ушел медведь. А зайчика раздумья взяло. Старик он забудет про меня. Надо кого-нибудь еще попросить. Слышит он. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Волк бежит. Высунулся зайка и говорит. Дяденька волк, будешь себе хвост-то получать? Выбери мне какой-нибудь. Ладно, говорит волк. Принесу я, если останется. И убежал. Сидит зайка в норке. Слышит, трава шуршит. Ш-ш-ш-ш. Лисичка бежит. Надо ее попросить, думает зайчик. Лисичка-сестричка, будешь себе хвост-то получать. Принеси мне хвостик. Ладно, говорит лиса. Принесу тебе серому хвостик. И убежала. И много же зверей собралось на поляну. А там на больших сучьях хвосты развешаны. И какие там только нет. И пушистые распушистые. И веером, и метелкой есть. И гладкие, как палка есть. Каренделями есть, завитушками. И длинными, и короткие. Но всякие, при всякие. Лиса первая поспела. Выбрала себе хвост пушистый, мягкий. Пошла домой довольна. Ветит хвостом, любуется. Конь прибежал. Выбрал себе хвост с длинными волосами. Ну и хвост. Помахивает. До самого уха хватает. Хорошо им ух отгонять. Пошел конь довольный. Подошла корова. Ей достался хвост длинный, как палка, с метелкой на конце. Довольна корова. Пока машет, слепее отгоняет. А можно мне тоже прочитать? Прочитай, Мишутка. Спасибо. А Белочка прыгала по головам, по плечам. Схватила себе хвостик пушистый, красивый и ускакала. А слон топтался, топтался. Всем лапы оттоптал. Копыта отдавил. А когда подошел, то остался только хвост, как шнурочек, со щетиной на конце. Не понравился он слону. Да ничего не сделаешь, другого-то нет больше. Свинья подошла. Она поднять голову-то кверху не может. Достал, чтоб пониже висела. Хвост гладкий, как веревочка. Не понравился он ей вначале. Завела она его колечком. Какой красивый показался. Лучше всех. Медведь опоздал. По дороге на пчельник зашел, пришел. А хвостов-то уже и нет. Нашел какой-то лоскутик кожи, обросший шерстью. И взял его себе, как хвост. Хорошо, что черный. Все хвосты разобрали. Идут звери домой. А зайчик сидит в норке. Ждет, не дождется, когда ему принесут хвостик. Слышит, медведь идет. Дедушка медведь, принес мне хвостик-то? Куда тебе хвост? Я себе-то вон какой обрывок достал. И ушел. Слышит зайчик, волк бежит. Дятенька волк, принес ли мне хвостик-то? Не до тебя там косой было. Я себе на силу выбрал. Потолще да попушистее. Сказал волк и убежал. Бежит лисичка. Лисичка-сестричка, принесла ли мне хвостик? Спрашивает зайчик. Забыла, говорит лиса. А посмотри, какой я себе выбрала. И начала лиса вертеть хвостом во все стороны. Обидно зайчик устала. Чуть не заплакал. Вдруг слышит шум, лай, писк. Глядит кошка с собакой ссориться. У кого хвост лучше? Спорили-спорили, да и подрались. Собака у кошки отгрызла кончик хвоста. Зайчик подхватил его, приставил его к себе как хвост. И доволен стал. Хоть маленький, а все-таки хвост. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Подвели нас предки. Ха-ха-ха. Зато расчесываться не надо. Могу дать вам совет. Благодаря чтению книг вы можете получить много знаний. Пусть не успели хвосты красивые выбрать. Так станьте самыми начитанными зверями в лесу. Точно!